Мы сегодня приступаем к третьему, к третьей части, к третьему стихотворению в этом цикле «Адунейну Амавет, а Ивейну Амавет». Я сначала, как обычно, прочту все стихотворение на иврите, а потом переведу строчку за строчкой. «Изстакалתי היטב בפני זה החכם, המניח מאיתנו, כהם עריכיו, לאיזה בניין מעמקים, או כהם לארץ הלילה בעומק שליחיו, והרהרתי. «הלז לא יבקה לעולם, בכי כבחיינו, הלז לא יכאב כאב כבליבנו, הרהרתי, הלז אינו מסוגל גם למו את עצמו, עד אשר יבואו עליו בגרזן, או יחליד כברזל בדומה למעדר, שאת משקבנו בבור, שאת משקבנו, סליחה, извините, שאת משקבנו בבור, מסדר». «הלז משוחח פנים אל פנים, עם המוות עצמו, בתוכו הוא יושב, בשדה הוא מוקף החומה, הוא עושה, חופר ומתמין, עד צייד כוכבים, אז שער ברזל הוא סוגר על בריחיו, שגם הוא יתאמן שם, איננו חושב, וכי לא ממתינים גם בדי תחריחיו». «עם המוות הוא חי, כאש כל ענבים, הוא מלא שיקויו, ואוהב את ריחו, תח אבבו של אחרי גשמים, ואיזוב מציבות, ומי תהרה. ואוכל כדי כך את פת בג הימים, ושואב ממימי אהובה בחדיו, ומאשן מקטרתו המפותמת טבק, ממין העלים שנשרו מן הסרק של אצי המיטיל, וממולל בידיו». ולא גם אישה ובלדות, לא ידע איך הלז הזדבק ואשתו נתעברה, מזה רהייש העושה גוללים. הכל משתבר, אך לא משתברה, המראה המשקפת את זה הדבר, ומזה, 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 אצי סרק, וצללים. 33 строчки в этом стихотворении. Первая строка довольно длинная, 11 строчек. первая строчка в ней. Я прошу всех закрыть свои микрофоны, мы слышим кого-то, я не знаю кого, и Олю, и Игоря, прошу закрыть микрофоны. Щас, 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 щас. Чёрт. Хорошо. Игорь, если вы можете, тоже закройте микрофон. У меня даже не закрыли? Нет. У вас закрытое изображение, микрофон открыл. Спасибо. Итак, первая строчка. Истокалтихейтев, бифнейзе, гехахам. Вгляделся я хорошенько в лицо этого мудреца. Вторая строчка. Кладущего мертвецов наших, двоеточия. Будто это кирпичи его. Следующая строчка. Для какого-то здания в глубинах многоточия. Либо они... Следующая строчка. В страну ночи, в бездне, посланцы его. Два тире в конце строки. Страну ночи, в бездне, это маленькие тире, которыми он соединяет всю фразу. Страну ночи, в бездне, посланцы его. Два больших тире в конце строки. Пятая строчка. Следующая строчка. Бехи кевихейну. Галазло ихав. Плачем нашим. Точка запятая. Этот не будет страдать. Продолжение следует... страданием как в нашем сердце . я подумал двоеточие этот следующая строчка эйноми сугаль гамламут меоцмо не сможет и умереть от себя то есть как бы убить себя или пойти на подвиг на смертный подвиг , не сможете умереть от себя , следующая строчка адаш адашев я вуалов бигарзен пока не придут к нему с топором . 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 1. . . . . . . . . . или 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 заржавеет он подобно железу лопаты запятая и последняя строчка в этой строфе шеет мишка вейну бабор мессадер который он устраивает лишь бы щенам в ямах яме тут в одиночном числе лишь бы щенаши или лишь бы щенам для нас ну это следующие строфа первая строчка а лаз мисоке мисухеях по ним этот ведет беседу лицом к лицу вместо слова этот можно сказать он это одно и то же а нас а лаз это такой такое слово на иврите что это он кто-то другой этот они я и не ты а тот тот этот итак следующая строчка тринадцатая и мама в этот смог бы такого я шеф со смертью самой . запятая в ней он обитает . запятая и еще и и Следующая строчка. Следующая строчка. Извините, пожалуйста, первое слово в этой строке. В поле ее. Ее это смерти. В поле ее, да. Следующая строчка. Копает и зарывает многоточие, пока не появятся звезды. Имеется в виду, конечно, на небе, то есть вечереет. Точка. Еще, пожалуйста, извините, я пока задавал вопрос, я конец предыдущей строки подпустил в поле ее окруженным забором, а дальше я... Он трудится. Он трудится. Он трудится, двоеточие. Спасибо. Двоеточие. Копает и зарывает многоточие, пока не появятся звезды. Точка. Следующая строка. Аз шаар барзель гусогер албрихав. Тогда железные ворота он закрывает на засовы. Многоточие. Следующая строчка. О том, что и он будет зарыт там, запятая. Он не думает. Продолжение следует. Следующая строчка. Вехиломамтиним гамбадейтахрихав. И то, что и его ожидают полотна его же саванов. То есть тех, которые он дает другим. Точка. Точка. Следующая строка. Первая строка. Им гамавит хухай. Кээш коля новим. Со смертью живет он. Запятая. Подобно грозди винограда. И. Следующая строчка. Гумалэ шикуям. Вео хэв э трэйхо. Он полон соков ее. Многоточие. И любит ее запах. Запятая. Следующая строчка. Тахав габо шелахарэй гешамим. Плесень могильную. После дождей. Плесень могильную. Еще раз, пожалуйста, эту строчку. Плесень могильную. После дождей. Спасибо. Пожалуйста. Следующая строчка. Веэзов ма цей вод. Умей тагара. Мох над гробей. И воду омывания. Многоточие. Следующая строчка. Вео хэль кедэй ках. Эт пат багха ямим. И есть в то же время свой бутерброд ежедневный. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Следующая строчка. Весуэль. Весуэль мимеймэймэй аховэ. Вехадав. И черпает кувшинам воду того дня. Многоточие. Или воду дня того. Многоточие. Следующая строчка. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Следующая строчка. Мимин ги алим шинашрумин гасрак. Вроде тех листьев, что слетели с бесплодных дерев. Вообще-то строчка заканчивается с бесплодных. А деревь это уже на следующей строчке. Шилэцея мейтим. Умэму лельби ядав. Итак, следующая, последняя строчка в этой строчке. Деревь мертвецов. Многоточие. Разминая руками. Это эти листики. Два тире в конце строчки. Я повторю последние две строчки этой страфы. Вроде листьев, что слетели с бесплодных. Следующая строчка. Деревь мертвецов. Многоточие. Разминая руками. Два тире. Следующая строка. Первая строчка. Вело гам иша увладот. Ло эйда. Есть у него жена и детеныши. Многоточие. Не пойму. Следующая строчка. Эйх халаз хиздавег. Ви ишто нитабрад. Как сумел он сойтись. И как жена его понесла. Еще раз, пожалуйста, эту строчку сначала. 29-го. Я повторяю. Как сумел он сойтись. И как жена его понесла. И как жена. Имеется в виду его, конечно. Но как жена понесла. Забеременела, имеется в виду. Спасибо. Пожалуйста. И тридцатая строчка. Последняя в этой короткой строке. Мизера гаиш. Гаосе гула лим. От семени человека, занимающегося надгробьями. Многоточие. И строящими. Строящим надгробья. Тоже может быть. Аусе гула лим. Следующая, последняя строфа в этом стихотворении. Первая строка. Гаколь миштабер. Ахло миштабра. Все разбивается. Но не бьется. Дэйф, извините, пожалуйста. Можно эту строку еще раз повторить? Все разбивается, но не бьется. И тут следующая строка очень важна. Потому что не то, что то, что разбивается, не бьется. А не бьется. Зеркало, которое отражает все это. Все в жизни разбивается. Но не бьется. Зеркало, которое отражает все это. Это вторая строчка этой страфы. Зеркало, которое не отражает все это. И последняя строчка этого стихотворения. У мизе, у мизе, а цей срак уцлалим. И с той и с другой стороны дерева без плодов и без тени. Два тире в конце строчки. Это как бы объяснить хотелось бы. Что, Валентин? Это как бы объяснить хотелось бы. Что объяснить? Скажите. И с той и с другой стороны дерево без плодов и без тени. Дерева без плодов и без тени. То есть это кладбище. Это как бы там растут мертвые деревья без плодов. И даже тени отбрасывают. То есть как бы... А с той и с другой стороны это что значит? С той и с другой. А, мизе у мизе. Со всех сторон. Со всех сторон. И с той и с другой стороны. Ну, это со всех сторон. Мизе у мизе. Да, можно сказать. Со всех сторон. А то получается как бы я и с той и с той стороны, с той стороны жизни, с той стороны смерти. И тогда возникает совсем другой... Другой... Вы знаете, вы знаете, это тоже может быть. Может быть. И с той стороны забора, и с этой стороны забора. Может быть. Но имеется... По-моему, наиболее простое и смысл это... Со всех сторон. Со всех сторон. Да. Спасибо. Как бы нас окружает. Я хочу пояснить несколько вещей, которые я не пояснил в процессе. В процессе чтения я хотел, чтобы сразу все было едино. Во-первых, слово, которое встречается в первой половине. Галаз. 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 Я уже сказал. Это на иврите имеет в виду. Этот. Тот. Он. То есть не я и не ты. А он. Тот. Этот. Когда я смотрю на него со стороны. Я перевел много раз этот, потому что мы говорим о ком-то. Именно об этом мудреце-могильщике. И так далее. Второе. Прошу прощения. Это иврит современный или все-таки какой-то более древний? Это древний иврит. Примерно мишнаитского периода. Может быть немножко... Я не проверил специально. По-моему, да. Но это слово появляется очень, что интересно, в философии Бубера. Буберовская диалогическая философия. Он говорит, мы должны находиться в диалоге. Я и ты. Весь мир. А если это не я и ты, это тот. Он. И он это называется халаз. Халаз. Откуда это именно слово? Трудно сказать. Есть другое слово. Лазут сфатай. Лазут. То есть нехорошие речи. Неправильные речи. Да. О ком-то или о чем-то. Это лазут сфатай. Ну, в смысле тоже отстраненное, чужое, не то. Но это уже более далекое. А халаз – это он, тот. А в данном случае можно сказать и этот. Потому что по-русски, когда говорят вот этот, то имеется в виду не какой-то наш человек, а чужой. Мне кажется так. Но я поясняю, чтобы было проще понять и потом перевести. Во всяком случае, понятнее. Вот. Что еще я хотел бы сказать? Тут есть очень интересное выражение, довольно редкое, которым пользуется Гринберг, и оно из книги Даниила. В каком месте? Книги Даниила, которая написана в большинстве своем на арамейском языке. Да, как Даниил был в Вавилоне. Какое это выражение? Я вам скажу точно, в какой... В строке. В какой строке. Да. Двадцать третья строка. Веохелькедейках Эт Патбаг Гайамим. Патбаг. Патбаг. Это древнеперсидское наречие, которое перешло и в арамейский язык, и в какой-то мере в иврит, но очень редко, и даже повлияло на греческие какие-то выражения. Я специально посмотрел. Я перевел как бы свой бутерброд, потому что Пат обычно переводится как ломать хлеба, а Баг, трудно сказать, но, может быть, это мясо, может быть, это какое-то лакомство, то есть, но еда имеется в виду. В книге, в самом начале, в первой главе книги Даниила он пишет, что еврейским юношам, пленникам, которые были красивы собой и умны, царь Вавилонский послал порции со своего стола, и это называется там Пат-Баг. То есть, а здесь он говорит Пат-Баг-Хайамин, то есть свою ежедневную порцию он съедает на работе, не дома, а на работе. Я перевел как бутерброд, потому что действительно, ну, бутерброд, брод – это хлеб, бутеры – это масло, но не обязательно должно быть масло по-русски, уже можно сказать бутерброд с мясом и так далее, это стало русским словом. То есть, это свой паек, свою порцию, но не плохую, это не еда бедняков. Может быть, здесь смысл более глубокий, что он поедает ту порцию, которая как бы смерть царица дает ему со своего стола, потому что ведь он же зарабатывает на этой работе, и с этих денег он покупает себе еду. То есть, как бы царица смерть госпожа ему, как в Данииле, как в книге Даниила, она ему дает со своего стола что-то. Ну, это более глубокий смысл, может быть, он здесь есть. В любом случае, это интересное такое выражение, древнее с одной стороны и редкое с другой стороны. Оно почти не упоминается в новой еврейской литературе. Бялик упоминает в одном из своих, в одной из своих поэм, но это редко. И у Гринберга это тоже редко. Но в данном случае вот он употребил это выражение. Я хотел бы пояснить следующую, двадцать четвертую строчку. Я перевел и черпает кувшином воду того дня. Но имеется в виду, Гове – это настоящее время. То есть, он живет этим днем. Он не живет в будущем и не живет в прошлом. Он копает могилы. Это этот день. То, что было, он закапывает. То, что будет, все равно не минует никого и даже его. Но он об этом не задумывается. Он живет сегодняшним днем. Это его вода. Он ест сегодняшнюю, его ежедневную порцию. И он черпает воду сегодняшнего дня. Меймей, Гове. Я надеюсь, что это понятно. Да-да. Теперь, что касается табака и листьев. Конечно, может быть, он подбирает какие-то... Ну, когда-то подбирали окурки, сигарет, которые оставались после похорон. Он говорит о трубке. Трубка его набита табаком, листьями бесплодных деревьев. Или кустов в данном случае, но это не важно. Но Гринберг уподобляет это бесплодности жизни. Все в ней отцей срак. Отцей срак. Бесплодное дерево. То есть, в конце концов, листья облетают. Хотя они сначала как бы вырастают. Они зелененькие, красивенькие. Дают свою тень. Но потом облетают. И это, конечно, еще одна метафора смерти. Состояние смерти. А он курит эти листики. То есть, он зарабатывает от них. Он этим живет. Даже в какой-то мере, ну, наслаждается. Тот, кто курит, знает. Я не курю. Но наслаждается ли табаком или нет, это уже дело другое. Во всяком случае, вот этот смысл подчеркивает Гринберг. И поэтому он говорит, это того же рода листики, которые слетают с бесплодных деревьев, которые окружают там на кладбище. Как бы зеленые иногда, но потом, в конце концов, эти листья облетают. И он говорит, умемолель беядав, разминает. Он эти листики превращает. Извините. Один кусок смех. Оля, закройте свой микрофон. Очень поведен. Ну, сам-то он курящий был. Он, нет, Гринберг был курящий тоже. Он курил трубку тоже. Но он говорит сейчас о том человеке, который... Оля, закройте микрофон, пожалуйста. И он говорит о нем. И он говорит, он разминает пальцами, как иногда разминает сигарету, или разминает листики, когда их придавливают в трубку, когда заполняют ее и набивают трубку, то тоже разминают руками немножко, чтобы больше вошло. Еще одно слово я хочу пояснить. Это двадцать восьмая строчка. Велогам иша увладот. Есть у него жена и детеныши. Он даже не говорит дети. Еладим, а владот. Они просто рождаются, как у... И он этого не понимает. Как вообще может быть жизнь на кладбище? И поэтому он дальше и говорит. Я вообще не понимаю, как возможно соитие, как можно понести от семени человека, который занимается смертью, да, занимается надгробиями. Но это все-таки есть. И вот это для него становится вопросом, недоумением. Недоумением. Он говорит о зеркале, которое все это отображает. Конечно, зеркало – метафора известная, не только в поэзии, не только в еврейской, конечно, во всех, на всех, по-моему, на многих языках и в прозе. Зеркало – ну, своего рода зеркалье и зазеркалье. То есть, эта жизнь не более, чем отражение в зеркале. А в конце концов, все уходит. И как с зеркальной поверхности ничего не остается на ней. Как бы что-то отражалось, люди, деревья там, но все остается гладко. Ничего не... Это зеркало не разбивается, не бьется. Все остальное бьется, но это зеркало не бьется. Вот это мара, хамеша кефет, эдзе гадабар. То есть, то, что он... Все это, то, что он описал прежде. На этом я заканчиваю, товарищи. Если есть какие-то особые вопросы, стоит спросить, я сразу отвечу. Можете открыть микрофоны. Если кому-то хочется что-то спросить, уточнить, подчеркнуть. Спасибо, Жиев. Вроде все понятно, да? Вопросов вроде нет. Я позволю себе занять крыльек на минуту. Я уже сказал, что не только у Гринберга есть стихи о смерти, что, собственно, банальность. Я, с вашего позволения, прочту санет своего старшего товарища, не покойного, Саши Файнберга. Который... Это, я не знаю, слышит ли нас Миша. Но вот он, да, когда-то говорил, что в стихах должно стоять. Говорил Александр Аркадьевич. Но имею в виду не лопату, а некое напряжение жизни. А вот санет называется «Могила». Написан, наверное, около сорока лет назад. С тощей переметной сумой От базаров, Где торгуют славой По сухим, по выгоревшим травам, Я пришел к могиле, как домой. Верещит кузнечиками зной, Сяду у последней переправы, Вдоль кустов, как будто вдоль дубравы, В доску пьян идет могильщик мой. Он из... С жизнью В ситуации я не смог. Это ли для смерти не предлог? Что ж не весел бородач с лопатой? Он из фляги Отхлебнул глоток И промоил. Я не виноватый, Но эта яма Продана, браток. То есть, может быть, Чуть более оптимистическая Концовка. Да уж. Ну что, это яма. Да, вне сомнения, Вне сомнения. И, между прочим, Такое стихотворение Довольно пронзительное. Спасибо, Игорь. Да, спасибо. Теперь давайте мы все-таки Обсудим. Обсудим, значит, У нас есть варианты такие, Что Миша послал Все сканы всех О стихотворении цикла, И каждый, Кто считает для себя интересным, Можем ее переводить, И, допустим, На семинарах Спрашивать за его Параллельно какой-то другой работе, Значит, там продолжать этот цикл. Давайте так, Кто за то, чтобы его, Все-таки, скажем, Завершить эти переводы, Или, может быть, Перейти, Как-то перебить Эту Тематику, эстетику Какими-то другими переводами, Я даже подумал, Может, не обязательно, Может быть, мы могли бы Чередовать переводы С Урицей Гринберга И с переводами Других каких-то Из Других Евридских поэтов, Ну, допустим, Не брать цикла, Там стихотворение Из Альтермана Стихотворение Из Ну, не знаю, Можно доверить За его То есть, Наверное, у каждого Из нас есть Какие-то Любимые Евридские поэты За это время, да, Допустим, Я очень Любил Куда Михая Ну, и, конечно, Достаточно Хорошо отношусь К Альтерману Зэ, в первую очередь Вопрос к вам Интересно вам Было бы там Часть занятий Посвятить Посвятить Поэзии Кого-то Кроме Гринберга Или там Или отдельному Стихотворению Которое вам Очень нравится Из Это, может быть, Дало бы Дополнительный Кругозор Дополнительную Широту Понимания И самого Гринберга Или там Скажем Современной Поэзии Евридской Которая Уже Продолжалась После Гринберга На фоне Гринберга То есть На фоне Пушкина Что Как Что вы думаете Зэ, Об этом Ну, как вы Сказали У каждого Есть какие-то Свои Приоритеты Например Нравится Нема Некоторые Стихотворения Натана Йонатана Который, конечно Был уже После Гринберга То есть Было какое-то время Когда они были вместе В одно и то же время Но Вот Естественно Есть и другие Есть Амир Гилбуа Некоторые Стихотворения Натанзах То есть Это, конечно Это Поэты Другие Иные По атмосфере Своей По поэтике Многие Из них Родились Здесь И поэтому У них Несколько Иное Отношение К ивриту Менее Богатое Может быть Чем у Гринберга Потому что Он был Виртуозом Иврита Во всех Его Пластах Не все Поэты Настолько Виртуозны И Настолько Настолько Имеют Такую Богатую Память И Но Но У них Своя Своя Поэтика Свои Свои Какие-то Это возможно Надо Посмотреть Еще раз Подыскать Вот Конечно Может быть Альтерман Может быть Даже Старший Современник Гринберга Бялик Может быть Тоже И так далее Да Может быть Может быть Но для этого Надо особо Конечно Поискать Поработать Не Не Ну Я именно Говорю о том Чтобы не искать А просто взять Любимое стихотворение Которое Которое уже есть Я уверен И у вас Да Ну То есть То что искать Не надо Ну Понятно Да Подготовиться Перечитать Его Там Подумать О нем Да Это конечно Обязательно Да Есть конечно Такие вещи Но вопрос Насколько Да Во-первых Надо решить Продолжаем ли мы Этот цикл Или нет Вот Во-вторых Если мы Не продолжаем Стоит ли найти Что-то новое У Гринберга И в-третьих Может быть Найти там Два Три стихотворения Других авторов Что? Вопрос То есть Мы можем Подумать Можем Подумать До следующего Раза Все равно Уже Как бы Перед нами Есть Текст И перевод Да Вот А на следующий Раз Можно Созреем Может быть Кто-то Из Участников Предложит Предложит Да Любимое стихотворение Или там Одно из стихотворений Которое Ему очень нравится Да Да Вполне возможно Ханох много переводил И он Знает Может быть Может быть В основном Конечно Не современную Поэзю Ну Понятно А предшественников Гринберга Да Да Ну и это И это И это тоже хорошо Да Какое настроение У людей Мне просто интересно Даже если не решать Сей же час Но какое настроение По отношению К этому циклу Алина Я вижу Что вы скептически Относитесь Я за то Чтобы его Закончить Нет Скептически Я не отношусь Скептически Конечно Но Это Мне вот понравилось Это стихотворение Которое мы сейчас переводили Второе Очень понравилось Кстати А вот третье Которое вы сейчас Разобрали ЗФ Честно говоря Я не знаю Не очень Так сказать Поняла Насколько там Есть много новых Мыслей По отношению К первым двум Вы еще Вы еще Над ним не поработали Поэтому Он еще Вам не нравится Да По поверхностно На слух Да Насколько там Это самое И очень длинное И Не просто так Это вызывает В нас Эмоциональные реакции У всех Разные У меня такая У Ханухов Своя Я думаю Что у всех Я другая Наверное Это неспроста Ну Вне сомнения Миша Миша Вы хотели Что-то сказать Да Я хотел сказать Что Я думаю Что Хотелось бы Этот цикл Быть Плохо слышно Миша Плохо слышно Стихотворение Три стихотворения И финал Уже Почти готовы Ну Два Готовы Третье Разобранно Разобранно А Финал Мы уже перевели Это его Бросить На полпути Ну Может не подряд Может разбавлять Что-то Раз такое Раз другое Да И это Да Да Даст Возможность Значит Работать Не Ну Скажем Не так Конкретно Да Да Если допустим Раз Одно занятие Допустим Продолжение Этого цикла А другое Занятие Ну Может быть Совсем Не из Гринбера Чтобы Ну В общем Не то что Отвлечься Но Не Не Упереться Вот Плодбище Могилу Гробовщика Да Ну Об этом Гринбер Говорит Хочешь Не хочешь Но Упрешься Ну Гринбер Что я скажу Для него это было важно А Скажем Для Ханоха Ну Вот Важно Прежде всего Чтобы Это Стихотворение Где-то Опубликовать И он Чувствует Что это Бесполезно Да Ну В общем Каждого Могут Мне Интереснее Да Отойти Его Не 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 Из-за Тематики А просто Разнообразить Да Да Разнообразить Наши Заметки Понятно Да Оля Я Во-первых Просто Ребят Хотел Вам сказать В свое Время Танечка Про Гринберга Хорошо Сказала Когда мы Читали Довольно Много Его стихов О смерти Танечка Гринберг Пишет Лучше Нету Того Света Пошутила Хорошо Вот Мне Кажется Ну это Я так Мне Кажется Что Во-первых Правда Жалко Работы Бросать На середине Что Касается Вот Этого Гиммель Я правильно Поняла Он просто В этом Гиммель Входит Глубоко В образ Этого Магильщика И своего Впечатления О нем Да А дальше Видимо Он что-то Что-то еще Про это Скажет Как я Понимаю Так что Довольно При всем Скептицизме Алины Может быть Мне кажется Алиночка Что есть Над чем Подумать В этом В этом разделе Вот Я не возражаю Собственно Ну я просто А что касается Идеи Других Стихотворений Мне она Очень нравится Понятно Не заменяя Разбавляйся Да Да Ну значит Если ни у кого Нет возражений То Может быть К следующему Занятию Где мы Значит У нас уже будет Три стихотворения То есть Нам Надо будет Вернуться Ко второму И к первому То есть Ну К тем Кто переводит Чтобы Игорь Да Я чего-то пропустил Вначале Меня не было Что такое Три стихотворения То что Миша прислала Нет Нет Или вы имеете ввиду Три раздела Три куска То есть Первый Второй И третий Оля Вот эти Понятно Нет Я просто не поняла Все понятно Можно Скажем Продолжать Над ними Работать Неторопливо Не только Над третьим Сейчас Понятное дело Может быть К следующему Занятию Кто-то Предложит Какие-то Какие-то Стихотворения Других Израильских Поэтов То есть Не стих Ну Хотя бы По одному Стихотворению Каждый Понятно Стих Каждый Может быть Хорошо Мы давно живем Чего-то мы Прочли Ну там Пускай на два Порядка меньше Чем Зеев Но все равно Все равно Все равно Живем Валентин У вас есть мнение Какое-то У меня Меньше всего Мнения Потому что Во-первых Я не знаю Поэзию Я не могу читать Не верите Вот И поэтому Я только Придерживаюсь Того курса И того программы Которую Вы сдаете И вы даете Пока мне интересно Я с вами А пока А когда Ну в принципе Время уходит Может быть Я конечно не горю Желанием там Все публиковать И прочее У меня нет Такой страсти Как у Хануха Но мне просто С вами интересно Как заниматься Но если я устану Я скажу Ребята Ну я Дальше не могу А предложить Я ничего не могу Потому что Еще раз Я Ну Спешо было бы С моей стороны Предлагать Когда я Ничего не в курсе Совсем Не в курсе Ни израильской поэзии Ни Только вот В таком виде А я Сам читать Не могу А читать В переводе Нет смысла Потому что Надо же переводить А как Зачем читать В переводе Что-то предлагать Если уже Кто-то перевел Понятно Понятно Весь где-то О оригиналах Ведь Оригиналах Оригинал Я предложить Не могу И поэтому Мое мнение Здесь Самое-самое-самое Второстепенное И Можно Легко Преребречь А по отношению К этому По отношению К этому Циклу Что вы Чувствуете Ну Понимаете Все что я В данном случае Чувствую Гринберг Для меня Важен Именно потому Я говорю Еще раз Потому что Я именно Понимаю Вникаю В культуру Культуру Еврейской поэзии Через него И дальше Он мне открывает Много того Что я Не знал Раньше О евреях Как таковых Как народе Как его истории Как вот Традициях И прочих И вот Часть Он открывает Мне Особенно Его поэма Которая была Она мне Очень много Открыла Вот Это Для меня Поучительно А Этот цикл Ну Я не знаю Чего Каждый поэт Имеет право Заниматься Любой темой И ее освещать Так Как ему Это Кажется Интересным И кажется Ему важным Ну И предлагать А уж Другое дело Как мы на это Будем реагировать Да Вот Ну Я не знаю Цикл большой Я как-то Настрелился на то Что мы будем Переводить Потому что Еще раз Что вы предлагаете Я пока до сих пор Соглашаюсь Когда устал Я скажу Ребят Я устал уже Ну Простите меня Я отойду Отойду в сторону Понятно Понятно Миша 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 сказал Что он хочет Чтобы это предложили И на этом закончили Не-не-не Ну хорошо Значит Значит мы Мы Ставим Так Что У него плавый звук Цикл надо закончить И других поэтов Не только То есть И то И другое Мы делаем Да Хорошо Ладно Тогда До следующего раза Можно еще подумать И так далее Вообще Можно подумать Всегда Не только До следующего раза Да И желательно И даже Желательно Совершенно верно Да Да Это Самое 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 Действенное Средство Чтобы отодвинуть Смерть Думать И думать И думать И желать И так далее Ну хорошо Тогда Всего доброго Всем Спасибо вам Спасибо До свидания Мы еще успеем Друг друга поздравить С песком На следующий раз И с выборами Тоже наверное Ну с выборами Как раз перед выборами Как раз перед выборами Как раз Да Да Надеюсь Что на выборах Будет более Оптимистическая атмосфера Ладно Всего доброго Спасибо всем Всего доброго Не болейте Берегите себя Алина Спасибо за зум Спасибо Алина За то Что вы нас Приютили Это дорогому Сахнуту Благодарите Спасибо Нашему Сахнуту И нашей партии И народу И так далее И вечно Живому Нашему Сахнута Какая-то Польза Бывает Конечно Конечно Ладно Всего доброго До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания